Воплощение зла Сатана был источником мучений, смерти, разрушения. Властитель ада Он возгордился и потерял рай. Его низвергли с небес. Повелитель армии бесов, объединившихся, чтобы уничтожить человечество. Бесу нужно тело, чтобы достичь цели, чтобы воплотить свой план смерти и разрушения. Но является ли персонаж, известный как князь тьмы, просто мифом? Или он нечто большее? Возможно, Сатана — это человек, бог, ангел, пришелец, которого в некотором смысле оклеветали. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? Если да, возможно, свидетельство мы найдем в древних историях о падшем ангеле. Быть может, заговор Сатаны существует? Заговор Сатаны Его называют Сатана, Люцифер, Дьявол. И его имя связывают с ужасными образами рогатых бесов, чья цель — уничтожить человечество. Сатану представляют врагом Бога. Он пытается погубить хороших людей, сделать их плохими, не дать им спастись, отправиться на небеса. Он стремится низвергнуть их в ад, где он правит. Сатана стал буквально воплощением зла. Думая о Сатане, наш мозг может пойти в двух направлениях. Мы можем представить почти комического персонажа, правящего огнем, красного с рогами и вилами. Но есть и темная сторона, когда Сатана становится пугающим воплощением зла. Он заставляет человека совершать ужасные поступки. Он становится источником мучений, смерти, разрушения. Но верны ли эти представления о Сатане? Действительно ли он — повелитель зла? Лейкланд, штат Флорида, 2012 год. Сотни верующих собираются в церкви «Ignited», чтобы стать свидетелями изгнания бесов из тех, кто считает себя одержимым. Отпусти его. Ты причинил этому человеку много страданий. Отпусти. Дьявол хочет поквитаться. Есть ли способ лучше ранить Бога в самое сердце, нежели обидев его возлюбленное творение, вершину создания? То, что Бог любит больше всего. Человечество. Человека. Меня, вас, каждого на земле. Во время службы, известной как экзорцизм, священник исполняет чин над страждущим, дабы противостоять Сатане и отправить его обратно в ад. Этой церемонии сотня, а может быть, тысячи лет. И она считается весьма противоречивой даже в среде служителей церкви. Но кто или что такое Сатана? И почему он стремится погубить человечество? Возможно, ответ можно обнаружить в мифах и легендах, описывающих его происхождение. Сатана был одним из ангелов, созданных Богом еще до создания физической вселенной. По сути, вокруг Бога находились ангелы, славящие Бога. В то время Сатана именовался Люцифером или Деницей. Он был ярчайшим из ангелов. Сатана – один из архангелов, один из высших в иерархии, один из прекраснейших и самый любимый. Самый любимый Богом. Он нес свет. Когда Бог создал человека по своему подобию, он велел ангелам почитать свое подобие в человеке. Сатана отказался. Он сказал, «Они сотворены из грязи, а мы из огня. Я не буду этого делать». И был изгнан. Он возгордился. Бросил Господу вызов. Из-за своей гордыни потерял место в раю. Его низвергли с небес. Люцифера изгнали раз и навсегда. Его низвергли на землю, скитаться до скончания времен. В Ветхом Завете Сатана упоминается несколько раз. О нем говорится как о нечистом или обличителе. И змеи-искусители из сада Эдема, как правило, считают его воплощением. Одна из величайших историй в Библии – история об Адаме и Еве в райском саду. Там описывается прекраснейший сад, в котором Адам и Ева в своей невинности наслаждались великолепным творением Бога. И вдруг появляется Сатана в облике змеи и уговаривает Еву нарушить единственный запрет, который Бог дал человеку. Согласно книге Бытия, Бог поместил в саду два дерева – древо жизни и древо познания, и запретил Адаму и Еве вкушать плоды древа познания. Сатана убедил Еву съесть плод с древа познания добра и зла, а она убедила Адама. И мы видим, как внезапно изменились их личности. До познания запретного плода Адам и Ева были безгрешны, то есть они не нарушали того единственного запрета, что дал им Бог. Сатана решил, что если убедит их нарушить этот единственный закон, то в жизнь человека проникнет грех. С того момента, как Адам отведал плод, все человечество стало эгоистичным, себелюбивым, и приобрело генетическую возможность и даже желание восставать против власти. Таким образом, оно приобрело знание о добре и зле. Является ли эта история об Адаме и Еве всего лишь вымыслом о том, как зло проникло в мир? Или есть другое, даже более необычное объяснение? Можно утверждать, что Ева хочет стать более зрелой, хочет повзрослеть. Господь хочет сохранить ее вечно невинной, возможно, даже незрелой. Ева же решает, что узнать все, что возможно о мире, в котором она оказалась, это важнее, чем соблюсти завет Господа. И змей дает ей такую возможность. Сатана хочет дать человеку необычайную мудрость, которая, возможно, даже поднимет его до уровня богов. Но старозаветный бог Яхве говорит, не так быстро человек не достоин этого знания. Так и началась битва между Богом и сатаной. Было ли искушение Адама и Евы настоящим саботажем, направленным на то, чтобы убедить человека согрешить против своего Создателя? Или настоящей целью сатаны было подтолкнуть человека к тому, чтобы разделить плоды божественной мудрости? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ключи к разгадке лежат в другой книге Ветхого Завета. Южный Израиль, эта иссушенная, сожженная солнцем пустыня, когда-то была идумей, древним царством, которое, как полагают некоторые исследователи, было родиной библейского персонажа Иова. Согласно Ветхому Завету, Иов был одним из самых богатых людей в царстве. У него были бесчетные стада коров, овец и верблюдов. К тому же он был одним из самых благочестивых. Он делал жертвоприношения Богу, искупляя свои проступки и грехи своей семьи. В истории Иова Сатана участвует в Совете Ангелов. Ангелы совещаются, Господь участвует в обсуждении. И, по сути, между ним и Сатаной возникает спор. Бог говорит, посмотри на Иова, он такой правильный, а Сатана, главный по контролю за качеством, говорит, ну, разумеется, ты же все ему дал, чего ты хочешь. И Сатана бросает Господу вызов. Он говорит, если Иов подвергнется искушению, если у него не будет всего того, что дал ему Господь, что с ним станет? Сатана убеждает Бога, что Иова нужно подвергнуть проверке, посмотреть, такой ли уж он правильный. Именно тогда Сатана становится первым противником, тем, кто испытывает человека. И вот что интересно. Сатана, по сути, сотрудничает с Богом как один из его помощников, как член его совета. Божественный совет — это весьма интересно. Мы знаем, что он состоит из ангелов, включая Сатану. Суть в том, что это высшие существа, выполняющие приказы и пожелания Бога по решению этого совета. Они напоминают неких божественных чиновников, подобных тем, что мы видим в корпорациях или правительстве. Быть может, наше представление о Сатане как о силе зла ошибочно. Сторонники теории палеоконтакта считают, что история куда глубже. И ответ может быть найден не только на страницах Ветхого Завета, но и в древних рукописях, которым уже тысячи лет. Кумран — западный берег реки Иордан. Здесь, в процессе ряда раскопок, начавшихся в 1949 году, археологи нашли сотни древних свитков. Считается, что они написаны более двух тысяч лет назад древней иудейской сектой, известной как Ессеи. Некоторые свитки содержат фрагменты того, что нам известно как книга Еноха. Это рассказ о восстании группы ангелов, называемых наблюдателями. Одна из знаменитых частей книги Еноха повествует о наблюдателях. Это истории двухсот ангелов, которые должны были присматривать за человечеством на ранних этапах, заботиться о нас, наблюдать за нами. Наблюдатели — это группа ангелов, поставленная присматривать за людьми, помогать людям. Это весьма интересно, потому что наблюдатели стали теми ангелами, кто вступил с нами в контакт. В книге «Бытия» есть краткая отсылка к этому. А в книге Еноха история раскрыта полностью, более подробно. Она была изъятой из канонической Библии на раннем этапе, но какое-то время она там присутствовала. Когда наблюдатели начали общаться с людьми, они буквально влюбились в этот новый вид. они возжелали его, и неожиданно первоначальная идея, изначальный приказ, что они получили, стали им неинтересны. Дошло до того, что они захотели взять себе жен, родить детей, и они решили восстать, получить тело, плодиться и размножаться. Согласно книге Еноха, лидером этого восстания стал наблюдатель, известный как Шемьязе или Сатанаил. Быть может, это тот же персонаж, что и Сатана? То, что мы видим в истории Шемьязе и наблюдателей, очень похоже на историю Люцифера, старшего из ангелов. В обоих случаях имеется противостояние вида, старшего над человеком и Бога. Лидер этого вида идет на конфронтацию с Богом, чтобы жить среди людей. Рассмотрим разные версии книги Еноха. То, что объединяет их все, это рассказ о наблюдателях, небесных наблюдателях. Именно они несли знания. Если рассмотреть само понятие «небесные наблюдатели», то лично я сказал бы, что, возможно, это внеземные существа. Возможно, древние легенды о восстании Шемьяза и падении Люцифера говорят о том, что усилия сатаны соблазнить человека в Эдеме были попыткой дать нам запретное знание. И, возможно, эти легенды основываются не на мифе, а на исторических событиях, в которых участвовали гости с других планет. Сторонники теории палеоконтакта считают, что изучение книги Еноха позволит нам узнать, где именно произошло так называемое восстание сатаны. Гора Ермон-Ливан. Протянувшаяся вдоль границы Сирии, эта легендарная гора, как и описывается в книге Еноха, является точкой, куда Шемьяза и наблюдатели спустились с небес. В книге Еноха есть описание горы Ермон. Ангелы буквально спускаются на гору Ермон. Гора стала местом соединения с небесами, чем-то вроде ворот между землей и небесами. Наблюдатели, то есть ангелы, знали высшие науки. Шемьяза был, по сути, экспертом в магии и целительстве. Можно сказать, в колдовстве. Заклинания, волшебство и изготовление снадобий. В книге Еноха очень четко прописаны науки, которым людей учили наблюдатели. Ангелы, готовые поделиться мудростью. В книге Еноха гора Ермон описывается как место, где Шемьяза учил людей магии и медицине. Другие ангелы передали им знания о металлургии, оружии, астрологии, точных науках и даже ведении войны. Наблюдатели передали человеку запретные знания Бога. Во всех древних культурах по всему миру были истории о существах, которые передавали запретные знания богов человеку. и все были за это прокляты. Наблюдатели через Шемьязу передали нам удивительные орудия, которые значительно облегчили нам жизнь. Так был ли Шемьяза плохим персонажем? Или же он освободил человека от невежества? И если Шемьяза действительно предтеча сатаны, то, быть может, сатану все это время представляют неверно? Быть может, Шемьяза и другие наблюдатели были существами с других планет, и они дали человечеству основу цивилизации? Если да, то как вышло, что образ сатаны был столь неверно понят и подан в истории? Если поставить знак равенства между Шемьязой и сатаной, приходится задуматься над тем, что Шемьяза, сатана, пришел, чтобы дать нам цивилизацию. Наблюдатели были божествами цивилизации. Они помогли нам разработать необходимые для роста навыки. В таком случае приходится задуматься над тем, что цивилизация, какой мы ее знаем, имеет не божественное, а сатанинское начало. Именно сатана дал нам инструменты цивилизации. Нес ли сатана цивилизацию человеку, как утверждают сторонники теории палеоконтакта? Если да, можно ли найти свидетельство этого и в других мифах и легендах? В древнем Шумере были весьма любопытные истории об Анунаке. Анунаки были полубогами, полулюдьми. Они спустились со звезд. Анунаки учили шумеров различным искусствам. Они имели странный облик с удлиненной головой и были чем-то похожи на насекомых. вернее, у них были черты рептилий, вид змей. Также описываются наблюдатели в Библии. В культурах всего мира встречаются описания огромных существ со звезд, которые спустились со звезд и обучали людей. Сам сатана был серафимом, что означает «летающий змей» или «пылающий змей». Слово «серафим» состоит из слова «сер», означающей «змея», и «рафим», что значит «огромный». Мог ли тот, кого мы называем сатаной, быть внеземным существом, отделившимся от себе подобных, чтобы жить среди наших далеких предков? Быть может, он вместе с другими падшими ангелами отделился от Бога не из-за гордыни, а ради помощи человечеству? Возможно, новые разгадки мы найдем в легендах о летающей змее и в истории о Титане, жестоко наказанном на веки вечной. Полуостров Юкатан Здесь, в джунглях Южной Мексики, лежат руины великого города Майя Чечен-Ица. Построенный более тысячи лет назад, Чечен-Ица был одним из крупнейших и величественных городов мира Майя. Над городом возвышается пирамида Эль-Кастильо, храм, воздвигнутый в честь божества змеи Майя Кукулькана. Кукулькан это имя сатаны, крылатого змея. Его всегда изображают существом, несущим мудрость, космические знания человечеству. Часто его представляют получеловеком, полузмеей или человеком, выходящим из пасти змеи. В христианстве сатана традиционно изображается драконом или существом, подобным змее. Вопрос в том, почему его изображают таким образом. Я думаю, нетрудно обнаружить, что Кукулькан в этом не уникален. Кукулькан один из величайших богов пантеона Майя, которые верили, что он спустился со звезд. Считалось, что именно он научил человечество астрономии, математике и земледелию. Это соответствует христианской традиции, где сатана является змеем с древа познания, который дарит человеку запретные знания. В книге Еноха говорится о наблюдателях, якобы похожих на змей, имеющих змеиное лицо, и они также передавали человечеству знания. Вполне возможно, что в разных источниках мы видим описание одного и того же персонажа, представителя ангелов сатанинских или змееподобных существ. Быть может, истории о сатане и кукулькане основаны на рассказе об одном и том же существе, как считают сторонники теории палеоконтакта. И если да, можно ли найти этого персонажа в мифах и легендах других древних культур? Сатана, существо, явившееся неоткуда, чтобы жить среди людей и учить их. Эта история есть не только в Библии. Мы обнаруживаем ее по всему миру. Согласно легендам древней Греции, Титан, известный как Прометей, восстал против богов, похитив и отдав человеку тайну огня. За это прегрешение его обрекли на вечные жестокие мучения. Он был прикован к скале, а его печень клюют птицы. Каждую ночь печень вырастает заново, и пиршество продолжается день за днем. Он бог, ассоциирующийся с человеком. Для людей он герой. В мифах говорится о том, что Прометей стал своеобразным представителем человечества. Еще одним подобным божеством был Веракоча. Почитаемый древними инками в южноамериканских Андах Веракоча был богом-создателем, пришедшим на Землю, чтобы передать высшее знание. Как и Прометей, этот бог инков описывается как тот, кто принес свет, и изображается в скульптуре с двумя горящими стрелами и с солнцем вместо короны. Инки описывают светящееся существо с именем Веракока или Веракоча, оно принесло на Землю знания о медицине, астрономии и других науках. Возможно, Веракоча, так же, как Шимьяза или Сатана. Это существо, принесшее освобождающую мудрость, стремящееся поставить нас на путь просвещения и процветания. Напрашивается вопрос, откуда в разных культурах столь похожие мифы? В случае с Веракочей мы видим божество, которое оказывается на Земле, живет среди людей, дает нам просвещение, а спустя несколько лет исчезает. В Древнем Египте были культы, почитавшие Сата, божество, которое, подобно Сатане, правило тьмой и хаосом. Божества, несущие просвещение, цивилизацию, науку, встречаются во всех культурах мира, будь то Древний Египет, Инки, или Империя Майя, или более мелкие культуры по всей Земле. Оказывается, что история о Сатане, несущем знания, совершенно не уникальна. Она вписывается в каноны всего мира. Это доказывает, что значимость Сатаны не ограничивается Библией. Она очень много говорит нам о цивилизации в целом. Будь может, древние мифы описывают одно и то же существо от шва ангела, которого мы называем Сатаной. Но каким образом существо, принесшее человеку знание и науку, стало воплощением мирового зла? Слово «люцифер» происходит из латыни «люкс» плюс «ферре» — несущий свет. Это тот же греческий Прометей, похитивший огонь у богов. Напрашивается мысль о том, что это один и тот же персонаж, просто описанный на разных языках. Он сочувствовал человеку. Вполне возможно, наши религиозные традиции и те, кто отбирал священные тексты тысячи лет назад, создали образ врага из «люцифера» и дьявола. А может быть, все было наоборот, и он был положительным героем? Говоря о сатане, речь не обязательно нужно вести о морали. Мы узнаем новое о наших предках. рассматриваем мифологию, изучаем свидетельство того, что наши предки создали цивилизацию не сами, а с помощью внеземного разума. И в данном случае мы видим, что этот разум и есть сатана. Вполне возможно, что сатана был человеком, богом, ангелом, пришельцем, которого в некотором смысле оклеветали. Люцифер это Прометей. Он несущий свет. Он бог труда, тот, кто принес нам огонь, тот, кто дал нам возможность творить самостоятельно. Если образ библейского сатаны списан с внеземного существа, того, кто похитил знания у своих повелителей, чтобы помочь человеку, то почему сегодня он считается олицетворением зла? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответ не в древних писаниях, но во многочисленных случаях одержимости демонами. Одержимость демонами это, возможно, самый страшный из всех феноменов, ассоциирующихся с сатаной. Согласно христианской традиции, одержимость происходит, когда демон входит в тело, влияя на физическое и духовное состояние человека. Вера в одержимость широко распространена. Свидетельства встречаются по всей планете. Считалось, что присутствие сатанинской энергии, темного ужасного зла, может захватить человека, отнять его тело и его разум, и человек тогда действует не по своей воле, становится рабом темных сил. Демоны появляются на земле, чтобы взаимодействовать с людьми, чтобы искушать нас разными способами. они могут нанести физические увечья, напасть на нас, захватить наше тело и разум. Большинство христиан считают, что демоны — это воплощение других ангелов, последовавших за Люцифером в его восстании против Господа, подобные Вильзевулу, Осмодею, Малаку и Мамоне. Они призваны губить души людей. С точки зрения Библии, демоны — это падшие ангелы, те, кто ушел с Люцифером во время его войны на небесах. Их цель — обмануть человека, сбить с пути, отвлечь от Бога. И существует множество каст, от примитивных разбойников до, если можно так выразиться, интеллигенции, правящей человеческими делами из-за кулис. Представьте себе военную структуру с генералами, офицерами и рядовыми. Существует девять уровней. Падшие ангелы служат согласно строгой иерархии, во главе которой сатана. Во многих религиозных традициях существуют ритуалы для изгнания демонов из тела страждущего. Я восстану против тебя, сатана, именем крови Христовой. Преподобный Боб Ларсон, священник-евангелист и экзорцист, утверждает, что лицом к лицу сталкивался с проявлениями демонов и сатаны. Я лишь инструмент Господа, изгоняющего дьявола, освобождающий души. Это делаю не я, это делает Божьей воле. Я лишь его инструмент. Но моя цель — изгнать всех дьяволов из всех людей и отправить их прямо в ад. Демон метафизичен, невидим, это дух. У него нет физического тела, поэтому по сути он ничего сделать не может. Он не может развязать войну, не может спустить курок, не может изнасиловать. Демону нужно тело, чтобы все это сделать. И демоны ищут человеческие души, чтобы с помощью физического тела человека воплотить свой план разрушения и уничтожения. По словам Ларсена и других христианских теологов, силы демона присутствовали на земле всегда. И демоны постоянно бродят здесь, сея разрушения. Но откуда они приходят? Из ада или откуда-то еще? И в христианском и в иудейском писании, да и в других религиозных книгах, посвященных теме демонизма, никогда не описывается природа их существования, их происхождения. Похоже, это некая параллельная реальность, другое измерение вне нашего пространственно-временного континуума. А не там, мы тут. Эйнштейн приоткрыл дверь в другие пространства. Мы видим лишь малую часть реальности, которая существует за гранью нашего понимания. Нам нужно знать, что наша реальность не единственная. И во время изгнания демонов я делаю шаг в другое пространство. Я нахожусь в нашем мире, но при этом проникаю в мир, где правят демоны. это шаг из физического в метафизическое. Я не должен понимать, что происходит. У меня простая задача не узнать все о том другом мире, но изгнать демона из человеческой души. Неужели дьяволы и демоны это существа из других миров? Быть может, этот мир не ад, а внеземное пространство? И действительно ли они недоброжелательны? Мегидо, Израиль, 17 километров от Назарета. Этот древний город упоминается в Библии более десяти раз. Самое значительное упоминание в Откровении Иоанна Богослова. Согласно этому тексту, недалеко от этого города, на так называемых холмах Мегидо, силы Господа будут вести последнюю битву против сатаны и его сил зла. Откровение, безусловно, одна из самых сложных книг Библии. Также эти тексты называются апокалипсисом. В этой книге дается представление о грядущем. Битва будет проходить в одной из долин Израиля под названием Мегидо или Хар-Мегидо, то есть Армагидон. Сам сатана соберет свое войско в Мегидо, чтобы сразиться с Христом. Сатана принимает физическое обличие, использует разные технологии, чтобы поработить как можно больше душ. В конце концов, он станет геополитической силой, то есть диктатором всего мира. В Откровении говорится, что битва это будет проходить как на небе, так и на земле. Ангелы спустятся с небес, демоны распространятся по земле, чтобы воевать огненными мечами, и всемогущий Бог принесет на землю разорение. Откровение Иоанна весьма страшный документ, если воспринимать все, что там сказано, буквально. Если вдуматься в то, что там сказано, он обещает земле катаклизмы, землетрясения, огненный дождь. Ангелы будут воевать в небесах. И раз за разом сатана будет возвращаться. Но, возможно, это библейское пророчество не является предсказанием катаклизмов и войны. Возможно, есть другая, еще более необычная интерпретация. Откровение дает нам описание того, что многие наши современники называют внеземной деятельностью. Подумайте. Внеземные существа, летящие сквозь пространство, трубящие в трубы, изливающие пламя на землю. Ужасающий конфликт между светом и тьмой, добром и злом. Это некий космический дуализм, требующий утверждения божественной власти над своенравными ангелами, заблудшими и отбившимися столетия назад. Быть может, в библейском откровении на самом деле говорится о внеземной войне, в которой решится судьба человечества? Если да, то кто или что такое сатана? Демон, дьявол, воплощение зла? А быть может, он был расположенным к нам внеземным существом? Тем, кто похитил у инопланетян технологии, дабы вывести человека из тьмы и невежества? Если да, то почему сатана стал силой зла? Быть может, он хочет наказать человечество за то, что оно вновь объединилось с Богом против него? Быть может, он использовал внеземные технологии, чтобы изменить поведение человека, чего мы пока понять не можем? Он воплощение зла, искуситель. Он Люцифер, падший ангел. Он предводитель наблюдателей, поднявший восстание. Я думаю, в конце концов, мы должны признать, что Люцифер — собирательный образ, персонаж, составленный из разных представлений, разных характеров. Важно помнить, что сатана принадлежал к ангелам, называемым Серафимами. Серафим был послан на землю в качестве посланника, несущего мудрость. Церковь создала из сатаны злобного монстра, возможно, на пустом месте, а в реальности целью сатаны было принести знание и мудрость человеку. Он заботился о человечестве, а не стремился его погубить. В каком-то смысле сатана не так уж плохо. Нет света без тьмы, нет добра без зла. Мы должны это запомнить. Делая выбор из добра и зла, мы растем и становимся лучше. Становимся подобными нашим создателям. становимся богами. Быть может, репутация сатаны как воплощение зла и есть его наказание за то, что он дал человеку знание. Если да, возможно, его нападки это месть человеку, отвернувшемуся от него. Или зло, которое ассоциируется у нас с сатаной, это часть большого плана. Серия моральных головоломок, необходимых для того, чтобы подготовить нас к следующей, возможно, последней встрече. субтитры создавал DimaTorzok,